Здравствуйте, прекрасные дамы! Привет, мужики! Я предлагаю нам с вами сегодня обсудить тему, каким же валиком лучше всего наносить лак при паркетных работах. Давайте попробуем порассуждать вместе, почему это действительно важно. Сам по себе валик весьма недорогой инструмент. Однако, если выбрать первый попавшийся, это может привести за собой весьма неприятные последствия. Что же может пойти не так? Вариант первый. Если подобран валик, например, для других материалов, имеющих меньшую вязкость, чем паркетный лак, либо в принципе произведенный с некачественных материалов недобросовестными производителями. В данном случае очень высокая вероятность, когда валик будет оставлять на поверхности лака кусочки своего ворса или того материала, из которого сделан. Убрать подобные дефекты чрезвычайно сложно. Для этого придется шлифовать всю поверхность прямо до чистого дерева, при этом снимать дополнительный слой материала и покрывать его заново. А это очень дорого, трудоемко и занимает массу времени. Вариант номер два. Неравномерность покрытия ворса. Итак, представим себе валик, который изначально был произведен неправильно, и какая-то часть ворса на нем скомпонована более плотно, а где-то у нас появились проплешины. Или он может быть даже просто неправильно хранился в магазине, например, был прижат какой-то тяжелой мощной тарой других продуктов, и при этом на нем появились полоски. Такой валик при нанесении будет оставлять некий системный дефект, который может быть даже незаметен во время нанесения, но при полимеризации вполне может проявиться. И когда вы уже радостно войдете в свою квартиру, где проведены все паркетные работы, увидите какие-то пятнышки, полоски или другие дефекты, оставленные подобным валиком. Возможная ошибка при выборе валика номер три. Существует вероятность купить валик с неправильным расходом материала на единицу площади поверхности. Например, у вашего лака рекомендованное количество материала на квадратный метр 100-120 грамм. В случае, если вы подберете валик, который будет наносить 300 или наоборот 50 грамм на квадратный метр, высокая вероятность в дальнейшем появления наплывов лака на поверхности пола, либо островков различной матовости. Где-то ваш пол будет отражать свет сильнее, где-то слабее. Мы с вами рассмотрели причины, почему же так важно обратить особое внимание на подбор валика. Теперь вы, наверное, задаетесь вопросом, а какой же валик все-таки выбрать. Здесь все просто. Прежде всего, важно обратиться в специализированные магазины, которые так или иначе связаны именно с паркетной тематикой. А также обратить внимание на выбор качественного производителя. В мире масса таких брендов, как Анза или, например, Фия. Такие валики обеспечивают качественную равномерную поверхность лака на вашем полу. Но лучший из возможных приобретений на нашем рынке валиков для нанесения лака – это валик, произведенный компанией Бона. Давайте разберем на примере вышеописанных возможных проблем, почему же именно данный валик производства Бона является лучшим из возможных приобретений на рынке в сфере паркетных работ. Данный валик имеет специальные ограничители в виде дисков на его сторонах, которые позволяют даже начинающему мастеру наносить именно необходимое количество лака равномерно на всю поверхность пола. Это позволит избежать наплывов, либо островков матовости в последующем. Как вы видите, сама геометрия и плотность набивки равномерна, что даст возможность паркетчику сделать идеальный ровный слой, что особенно важно при нанесении глянцевого лака. Сам ворс закреплен чрезвычайно плотно. Вы можете попробовать, но практически нереально вырвать его из валика при помощи рук. Это защитит вас от возможной проблемы появления глипших материалов самого валика при нанесении лака, что защитит вас от последующих неприятностей с перешлифовкой и проделыванием всей работы заново. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Если у вас возникли дополнительные вопросы по выбору валиков или нанесению лакокрасочных материалов на деревянные напольные покрытия, мы будем счастливы вас проконсультировать по контактам, которые вы найдете в описании к данному видео. С вами был Роман, управляющий компанией Депол. Всего вам самого наилучшего! Продолжение следует...